После почти пятилетнего перерыва жительницам Карпинска, города на севере Свердловской области, вновь стала доступна диагностика молочной железы методом рентгенографии. Новый маммографический аппарат белорусского производства «Мамоскан» неделю назад появился в центральной городской больнице Карпинска. Уже больше четырех лет маммограф у нас не функционирует, наш маммограф не функционирует. Заявки многократно отправляли в Минздрав. И благодаря настойчивости нам в этом году выделили финансирование, закупили маммограф. Минздрав предоставил такую возможность и буквально неделю назад его установили. Женщина здесь располагается, соответственно, рентген-лаборант настраивает аппаратуру. Здесь все защищено. Новый маммограф стоимостью свыше 7,5 миллионов рублей был приобретен в рамках дооснащения первичного звена медицинской помощи, реализуемого в Свердловской области национального проекта здравоохранения. Прежде чем установить этот современный аппарат, потребовалось отремонтировать кабинет рентгенографии, заменить в нем электропроводку, залить новое основание пола, обучить персонал о работе с новым программным обеспечением. Маммограф уже проверен в деле, сделаны тестовые контрольные снимки. Мамоскан предназначен для скрининговой диагностики онкологических заболеваний молочной железы, выявления злокачественных образований, что весьма актуально для жительниц Урала. Также прибор будет задействован при плановой диспансеризации карпинок. Кто и когда получит направление на маммографию, рассказал Максим Альдергот. Маммография – это специфичный достаточно метод обследования, то есть это нельзя вот прийти сегодня и захотеть и сделать. Надо понимать, что молочная железа, она наиболее контрастно способна, и ее хорошо видно на 7-12 день цикла. Поэтому этим занимается кабинет диспансеризации, объясняет женщинам, выясняет историю, когда, в какой период у нее начинается месячный, когда у нас происходит 7-12 день наступает, и в этот день дает направление, чтобы пациентка подошла и спокойно сделал. Маммограф – не единственная обновка в Карпинской больнице в этом году. Прошедшей зимой здесь начала работать новая кислородная станция, летом обновился автопарк, были закуплены УЗИ-аппараты, электрокардиограф, эндоскоп – всего в общей сложности на 40 миллионов рублей. Рентгеновское оборудование у нас в этом году оснастилось достаточно много. Это и стоматологическая установка, и рабочее место здесь в поликлинике, именно рентгенологическое, плюс еще маммограф.